Добрый день, веселая минутка, с вами Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru, о помидорах с любовью. Сегодня не очень обычный вид, потому что рассказывать я буду о капельном поливе. Вот представьте себе, вот это вот поле, этот лук, весь бы до леса орошался капельным поливом. Что бы мы здесь видели? Разве было бы здесь только зелени? Здесь были какими-то там вот точками, здесь капелька, здесь капелька, здесь капелька, здесь капелька, здесь, да? А все остальное было бы лысое. Так вот, чем вреден капельный полив? Он изобретался для тех зон, где буквально пустыня. Где очень мало воды, падает с неба и возможно где-то достать из недр или из открытых каких-то водоемов. Вот там капельный полив, это вот идеальная вещь. Но там пустыня, там вот буквально вот песок, да? И гряды там, где растет одно растение, под него ставят капельку для экономии воды. А рядом с ним буквально, ну вот, где-то это растение растет, а буквально вот полметра, да? И уже нет вообще никакой растительности. То есть, и то же самое делаем мы у себя в теплицах, в парниках наших. То есть, мы нарушаем естественный ход событий в почве. Естественные там процессы обогащения питательными веществами. Что еще там? Работу микроорганизмов, червей. То есть, мы проворащаем свою теплицу или парник в пустыню. Здесь мы дали капельку. Здесь вот у нас будет какая-то влажность для томата или перца или огурца. А вокруг все будет сухо. Как у нас говорят, земля как порох сухая. Там ни червей, ни бактерий нету, ни грибков, которые перерабатывают органику и дают плодородие. То есть, для того, чтобы в теплице оставалась земля плодородная во всей своей массе, а через несколько лет она просто не превратилась в пустыню, эта земля в теплице, нужно орошать теплицу сплошняком. То есть, если, например, вы поставили капельный полив, то раз в неделю или хотя бы два раза в неделю, когда вы приезжаете туда на дачу или живете в доме, обязательно нужно делать сплошной полив теплицы и очень-очень мощный, чтобы пропитать вот этот пласт земли. И все микроорганизмы, которые живут в почве, они нормально работали. Нормально, можно даже сказать, вырабатывали иммунитет почвы ко всяким патогенным организмам. То есть, велась нормальная конкурентная борьба. Вот в таком маленьком объеме, под капелькой, там никакого нормального обмена и никакого нормального плодоношения там не будет. То есть, в этот год хорошую землю завезли. Все это минерализируется уже буквально через три года. И всю землю в теплице придется менять. Солнышко прикрывает, жара прям. Первый день жары и уже все. И уже хочется немножко попрохладнее. Так что вред от капельного полива в теплицах он существенен. Но его можно, этот вред, избежать, если один раз в неделю или два раза в неделю поливать сплошняком и очень обильно. С вами был Дмитрий Гусев. Сайт pomidom.ru Жарко, поэтому убегаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много очень интересного. Всем спасибо.